Так, 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 ролик, да? Ролик надо сделать, в роли надо сделать ролик, да? Блин, впадлу так, может пойти, я не знаю, что-нибудь поделать? Не, ладно, ладно, ставим камеру, взяли яйца в кулак, оп, 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 всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Гренари Фред, я рад вас приветствовать... Секундочку, вы не знаете, кто я? Вы не знаете, да? Я не на своём канале, да? Ой, ёлки-палки, какой залёт! Ребята, я здесь буквально на пару секунд, чтобы вас пригласить к себе на канал. Мой канал Гренари Фред, это то место, где мы с вами обсуждаем рестлинг, где мы с вами пытаемся поспорить на какие-то темы, которые интересуют нас с вами. Так что, ребята, вы, конечно, загляните в ссылочку в описании, да, 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 я буду там, так что заглядывай, я всех вас жду. А теперь к просмотру ролика. Всем привет, с вами Фадеев Руслан и очередной Рестлинг Дайджест за неделю. Поехали! На прошлой неделе WWE впервые за 10 лет провели свои еженедельные шоу на легендарной арене Madison Square Garden. Инсайдеры утверждали, что компания готовит что-то особенное, но по итогу еженедельники вышли довольно пресными. Каких-то содержательных моментов, развивающих сюжеты, практически не было. Да, они задействовали легенд, но это уже слабо работает. У WWE не получается как-то естественно вписать их в сюжеты, поэтому Стив Остин просто приходит, вспоминает старые деньки, проводит кому-нибудь Станнер и пьет с остальными пиво. Мы видели это уже тысячу раз. Со всего выпуска отмечу неплохой трехсторонний матч, в котором Бэрон Корбин победил Рикошета и Самуа Джо и прошел финал турнира King of the Ring. Также замечу, что перед началом шоу Арт Руф проиграл титул 24 на 7 баскетболисту клуба Boston Celtics Энессу Картеру, но тут же вернул его обратно. Смэкдаун, на мой взгляд, вышел чуть поинтереснее. Гробовщик провел чок-слэм Сэмми Зейну, Кофи Кингстон повторил спот 10-летней давности и провел Ортону бум-дроп на стол, а Роуэн и Рейнс устроили зрелищную потасовку с кучей охранников, которым тоже досталось по полной программе. Что же касается Короля Ринга, то было объявлено, что Элаэс получил травму лодыжки, и потому в полуфинале его заменил Шейн Макмен. Тот назначил Кевина Оуэнса рефери и пообещал, что если тот отсутит как следует, то снимет с него все штрафы. В матче было много хитростей со стороны Макмена, в частности, после того, как его удержали, он заявил, что это матч 2 из 3. В этот момент Оуэнс, видимо, понял, что все бесполезно, и действительно начал подсуживать Шейну. Но в итоге Гейбл зафиксировал болевой и заставил соперника сдаться. После этого Шейн избил Оуэнса и уволил его. Интересно, как повернется этот сюжет в дальнейшем, но сам рестлер намекнул в Твиттере, что он может податься в NXT. Кстати, WWE официально анонсировали, что 11 октября на SmackDown и 14 октября на Raw состоится очередной драфт. Причем именно драфт, а не Шейкап, как это было последние пару лет. Для новичков поясню, что на этих шоу некоторые рестлеры перейдут с одного бренда на другой. Будем надеяться, что после драфта разделение ростера вновь станет более жестким. Ну а теперь обсудим последнее пейпервью от WWE Clash of Champions. Много времени это не займет, потому что шоу вышло чрезвычайно скучным, а рестлинг был крайне посредственным. Итак, Сет Роллинс и Брон Строуман ожидаемо проиграли командные титулы Raw, Дольфу Зиглеру и Роберту Руду. А Новый день чуть менее ожидаемо проиграли командные титулы SmackDown Возрождению. На этом титульные смены закончились. По мне так очень странно, что титулу 24 на 7 на таком шоу уделили минимум внимания. Арт Руф убежал от пары-тройки преследователей, да и все. В матче за женский титул SmackDown Бейли в очередной раз проявила себя как Хилл и победила Шарлоту грязным приемом со снятой подушечкой в углу ринга. Ее подруга Саша Бэнкс тоже пыталась грязным способом выиграть титульный матч, но все обернулось против нее. Бекки случайно ударила судью стулом, а затем она пошла издеваться над Сашей буквально по всей арене. В итоге матч официально закончился по дисквалификации и Бекки осталась с титулом Ро. Поединок Роуэна и Романа Рейнса, честно говоря, не оправдал моих ожиданий и смотрелся довольно скучно, хотя там и было несколько занятных моментов. Особенно удивила концовка, когда на помощь Бородачу буквально из ниоткуда пришел его старый друг Люк Харпер. За счет этого Роуэн и победил. Ну а больше всего мне понравился мейн-эвент. Сет Роллинс и Брон Строуман показали довольно бодрый матч с яркой концовкой, хотя выше трех с половиной я бы и этому матчу не поставил. Сет защитил чемпионство, проведя сразу четыре стомпа подряд, ну а на рампе его атаковал Брей Уайетт. В целом же шоу получилось весьма тоскливым. Моя оценка 4 из 10. Джонни Горгана наконец появился на NXT после своего поражения на Тейковере. Казалось, что он прощается с желтым брендом, и Шейн Торн вышел проводить его, заявив, что без него NXT станет только лучше. Но нет, Джонни никуда не уходит. NXT for life. В мейн-эвенте шоу состоялся матч между Шейной Безлер и Ри и Рипли, и закончился он странным образом. Всадницы помогали Шейне и передали ей стул, но Рипли перехватила его и ударила им Шейну, за что была дисквалифицирована. Если на этом фьюд закончится, это будет очень странно. Ну а уже завтра NXT переезжает на канал USA. Напомню, что шоу теперь будет идти в прямом эфире и целых два часа. Правда, в ближайшие две недели на USA будет показан только первый час, а второй будет транслироваться на WWE Network. Это связано с тем, что на USA в это время идет сериал Force Majоры, и девятый сезон закончится только на следующей неделе. Зато карт шоу радует шикарными матчами. Помимо поединка за североамериканский титул, нас ждет уличная драка Мэтта Ридла и Киллиана Дэйна, а также четырехсторонний матч за претендентство на женский пояс. Кстати, судя по всему, в следующем году большим изменениям подвергнутся специальные шоу NXT TakeOver. Скорее всего, их количество увеличится с пяти до шести шоу в год. Возможно, поменяется название, а главное, их вероятно перестанут ставить на субботу перед большими ППВ от WWE. По крайней мере, перед Королевской битвой 2020 TakeOver точно не будет. На эту дату заявлено шоу Worlds Collide. Заканчивая краткий обзор прошлой недели, отмечу, что на 205 Live дебютировал Кушида. В команде с Джеком Галлахером он победил Кендрика и Тазаву. Вряд ли японец полностью вольется в ростер полутяжей, но это не очень хороший знак. В NXT UK тоже не обошлось без дебюта. Женский ростер усилился Теган Нокс. В своем первом матче она заскошила Шакс, и чемпионка бренда уже обратила на нее внимание. Ну а в мейн-эвенте шоу Марк Эндрюс и Флэш Морган Вебстер защищали командные титулы от бывших чемпионов Grizzled Young Veterans, и успешно это сделали. Всего две недели остается до старта еженедельных шоу AEW на канале TNT. На шоу заявлены Хэндмен Пейдж и Джон Моксли, а также известны два матча. Рихо и Найла Роуз разыграют женское чемпионство, а Коди встретится с Сэмми Геварой. К слову, сам Коди заявил, что если он проиграет, это приведет к изменениям в титульном матче, назначенном на фулл гир. По его словам, победы и поражения будут иметь большое значение в промоушене. Также на неделе AEW провели опрос среди зрителей, в котором определялись финальные участники турнира за командные титулы. В этом опросе Лучазавр и Джангл Бой с большим преимуществом превзошли Анхелика и Джека Эванса. 15 сентября на шоу Дестракшн Инбеппу Зак Сэйбер-младший победил Хироши Танахаши и вернул себе британское чемпионство RPW. Получается, что Эйс продержал титул всего 15 дней. Привет! Я Зак Сэйбер-жуньор. Вчера на шоу Дестракшн Инкагашима состоялась защита командных титулов полутяжей. Эль Фантазма и Таиджи Ишимори в отличном матче победили команду Birds of Prey, Уилла Оспрея и Робби Иглза. На том же шоу Кота Ибуши провел матч против Кенты, где на кону стояла путевка в мейн-эвент Wrestle Kingdom. Ибуши одержал победу и сохранил свой тайтл-шот на главный титул, но в дальнейшем его также ждет защита от Ивола. Легендарная команда Rock'n'Roll Express не собирается вешать ботинки на гвоздь и вскоре дебютирует в NJPW в туре Fighting Spirit Unleashed, который пройдет в США в конце сентября. Impact Wrestling объявили, что в октябре их еженедельное шоу переедет на канал Access TV, где также показывают шоу NJPW и Women of Wrestling. Связано это с тем, что компания Anthem Media, владеющая Impact'ом, приобрела контрольный пакет акций телеканала. В целом, это хороший шаг для промоушена. Тенниль Дэшвуд провела свой первый матч на Impact'е. В нем она победила Киру Хоган. Спустя два года в Impact' вернулся индийский рестлер Махабали Шира. Напомню, что в прошлом году он подписал контракт с WWE, но дела у него там не пошли. Он провел десяток матчей на хаос-шоу NXT и был освобожден. Тесса Бланчарт продолжает выступать наравне с мужиками. В мейн-эвенте Impact'а прошла уличная драка. Тесса и Томми Дриммер против OVE. Сэмми Калихан и Джейк Крис победили и затем продолжили избиение соперников со своими дружками. Но на защиту пришла старая гвардия из ECW, Райна и Роб Ван Дамм. Также был назначен еще один матч на Bound for Glory. Мусс против Кена Шемрока. 15 сентября в Нью-Йорке прошло шоу от мексиканского промоушена AAA. Отмечу несколько моментов. Тая Валькирия победила Тессу Бланчарт и стала новой женской чемпионкой промоушена. Lucha Brothers в тысячный раз провели матч против LAX и успешно защитили командные титулы. Кейн Веласкес провел свой второй матч в рестлинге и принес победу своей команде. В концовке он, пусть и не очень уверенно, но провел катер с отпрыжкой от канатов. В мейн-эвенте же снова ветераны. Доктор Вагнер-младший победил синего демона-младшего. Ring of Honor объявили о подписании ирландской рестверши Сэшен Мот Мартины, известной в основном по выступлениям в Европе. Неясная ситуация сложилась вокруг действующего ТВ чемпиона ROH. Сообщается, что Шейн Тейлор недоволен своим положением в компании и руководство ведет с ним переговоры. Возможно, это лишь часть сюжета, но титульная защита на следующей неделе пока находится в подвешенном состоянии. В очередную неприятную ситуацию вляпался Биг Кэс, принимавший участие в шоу WrestlePro. Детали до конца не ясны, но доподлинно известно, что в раздевалке Кэс вел себя очень агрессивно, повздорил с Джоуей Джанеллой и подрался с Пэтом Баком, который в тот день прощался с промоушеном. Закончилось все тем, что руководство вызвало полицию, и Кэса вывели из здания. Ничему его жизнь не учит. Рестлинг Обзервер сообщает, что Дрю Макентайр недавно перенес грипп, но надеялся, что он быстро вылечится. Как оказалось, свой матч в 1-8 Короля Ринга он проводил уже в состоянии болезни. В итоге Дрю пришлось обратиться к врачу, который после поставил ему диагноз, требующий операции. Пока неизвестно, что именно обнаружили у шотландца, но вернуться он должен довольно скоро, возможно в октябре. По поводу травмы Элайса известно еще меньше. Скорее всего, травма, из-за которой он пропустил полуфинал Короля Ринга, является вполне реальной, но опять же не слишком серьезной. Инсайдеры отмечают, что он также вернется к выступлениям через несколько недель. 2K Games продолжает выкладывать выходы рестлеров из WWE 2K20. На этот раз нам показали Алистера Блэка и Стива Остина. Кстати, если хотите увидеть стримы по игре, когда она выйдет, give me hell yeah! Ну, в общем, напишите в комментах. Режиссер Джеймс Ганн опубликовал актерский состав фильма Отряд самоубийц 2, и туда попал сам Джон Сина. Пока неизвестно, какого героя он сыграет, но нельзя не заметить, что Сина становится все более востребованным в Голливуде. Выход фильма намечен на август 2021 года. Ну что ж, на сегодня это все. Спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто поставил лайк. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока!